Радио Баба Клава. Будет очень интересно. Всем привет! Друзья, прежде чем перейти к своему основному материалу, хочу вам посоветовать канал Реальная Беларусь моего коллеги Артема Шапорова. Обязательно переходите по ссылкам, которые я оставлю внизу в описании, и подписывайтесь на его канал. Ролики там выходят ежедневно. Поверьте, там есть на что посмотреть и что послушать. День велосипеда отличную спортивную форму, а также считается абсолютно экологически чистым видом транспорта. Неудивительно, что в европейских странах на улицах проложены специальные маршруты, на которых можно часто увидеть известных политиков, ну, например, английского премьер-министра. Белорусских же и российских известных политиков, свободно передвигающихся по улицам города, едущих на работу куда-нибудь в Кремль, мы вряд ли увидим. Ну да, не очень-то и хотелось. Вы слушаете радио Боба Клава, в ближайшее время с вами буду я, Данута Хлысня. Как всегда, поделюсь порцией новостей и надеюсь хорошим настроением, несмотря ни на что. И начну, как всегда, со свежих, интересных и важных событий из нашей страны и стран ближнего зарубежья. Позже будут новости днища. Ну и далее посмотрим, какие курьезные новости появились в мире за прошедшие дни. Итак, ситуационно-аналистическим центром вчера проведена безопасная акция протеста во многих городах Беларуси. Режим получил очередные затраты на перемещение личного состава и техники с последующими выплатами за выход на работу в выходной день и испорченное настроение омоновцам и тихарям. В результате проведенной акции никто не пострадал, а в парках собралось людей больше, чем обычно. По подтвержденной информации, личный состав МВД в полном составе собрать было невозможно, из-за того, что большинство разъехались и праздновали выходной день в состоянии алкогольного опьянения. А в парке Победы был замечен сам Кубраков, кстати, молодец, делал все по инструкции от ситуационно-аналитического центра, лозунги не выкрикивал, на акцию пришел вовремя. Подобные акции можно продолжать проводить абсолютно безопасно и дальше. Живе Беларусь! Я думаю, ролик о том, что Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и на его сыновей, вы уже все увидели, также, вероятно, вы видели и сам заговор, и задержание Зинковича и Федуты, поэтому я отдельно на этом останавливаться не буду. Скажу, что не только ОНТМ показала этот сюжет. В эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1» тоже показали кадры оперативной съемки ФСБ и раскрыли подробности подготовки покушения на Лукашенко. В сюжете сказано, что подозреваемые планировали учредить Государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Кроме того, журналисты сообщили, что после переворота подозреваемые хотели разграбить и присвоить имущество Лукашенко себе. Только вот непонятно, о каком имуществе идет речь, если у Лукашенко есть только домик в деревне. Госдепартамент назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко. Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору. «Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным». Мне это почему-то напомнило историю о Тесле, которую Маск подарил. А точнее, несмотря на продолжительность, вышеозвученный ответ мне почему-то услышался коротким «ух, ноу». Кроме того, был комментарий и у избранного белорусами президентом Светланы Тихановской. Она назвала переворот и покушение на Лукашенко провокацией спецслужб. К словам Светланы, хочется добавить, что провокация получилась бездарной и бесполезной. Бездарной, потому что еще не знаю ни одной спецоперации спецслужб по очернению оппозиции, в которую бы поверили белорусы. Но бесполезной, потому что рейтинг нелегитимного это точно не спасет. 13 апреля в Минске около двух часов дня на линию 102 поступило сообщение от минчанина, который в окно своей квартиры увидел, как двое неизвестных крадут рельсы по улице Челюскинцев. Милиция задержала их прямо на месте преступления. В департаменте охраны МВД сообщили следующее, цитата. Похитители таким образом планировали заработать на сдаче металлолома. Тем более, что это была уже вторая попытка. В первый раз мужчин не потребовали никаких документов на материалы, поэтому они не сочли противозаконным заработать подобным способом еще раз. Стоит отметить, рельсы эксплуатировались для перевозки грузов. Выяснилось, что подозреваемые нигде не работают. Одному 33 года, другому 36 лет. На момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба ранее неоднократно судимы. Знаете, начиная с августа прошлого года, когда я слышу от милиции фразу «Был в состоянии алкогольного опьянения», я почему-то сразу сомневаюсь, что так было на самом деле. И даже как-то странно, что они вообще отреагировали на этот звонок. У них что там, закончились люди в белокрасно-белых одеждах? 46-летнему минчанину в Вайбер позвонила девушка, которая представилась работником Беларусьбанка. Мужчина заявил, что давно не является их клиентом, и назвал банк, где сейчас обслуживается. Вскоре ему снова перезвонили и попросили назвать код из смс-сообщения, которое пришло на мобильный телефон. Минчанин, не задумываясь, сообщил комбинацию цифр, после чего с его банковского счета списали более 70 тысяч белорусских рублей. Оказалось, мошенники активировали доступ к интернет-банкингу мужчины. И, как правило, изначально мошенникам известна лишь фамилия имя отчества и номер телефона потенциальной жертвы, но этого им, в общем-то, достаточно. Далее они просто развивают разговор в нужном им направлении. Спешу напомнить, что сотрудники банка не будут звонить с помощью мессенджеров своим клиентам и просить предоставить личные данные, поэтому будьте бдительны. Кстати, 19-го числа, но ровно два месяца назад, мне тоже позвонили на Вайбер, якобы из Беларусьбанка. Я сразу поняла, кто мне звонит, но, к сожалению, я не услышала звонка и не смогла поднять трубку вовремя. Поэтому я написала в мессенджер в надежде, что мне перезвонят. Очень уж мне хотелось их потроллить. Тут же поступил звонок и состоялась очень смешная беседа. В конце разговора я назвала девушку мошенницей, а она облила меня в ответ отборнейшим матом. Кстати, нашла эту переписку, теперь они называются как финансовый мониторинг и при этом в качестве главной фотографии установлен логотип Белагропромбанка. Еще одна новость про белорусские банки и преступников. Правда, преступники эти никто иные, как представители государства. После обыска в июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка некоторые клиенты написали заявление в банк и милицию из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия. Напомню, у многих тогда пропало содержимое этих ячеек. Это обнаружилось, когда они спустя некоторое время смогли их проверить. До этого из-за следственных процедур попасть в помещение с ячейками было нельзя. При этом клиенты отмечали, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении ценностей. Кстати, многим клиентам силовики до сих пор не вернули деньги. Документы, которые были в ячейке, да, а деньги нет. При этом клиенты признаются, что уже и не надеются на их возврат. И неудивительно, всего, чего касается «синие пальцы», обречено на деградацию. Правительство отчиталось о результатах Большого субботника, который, напомню, прошел позавчера, 17 апреля. Как сообщил заместитель премьер-министра Александр, по иронии судьбы, Субботин, в республиканском субботнике приняли участие более 2 миллионов 300 тысяч белорусов. При этом собрано свыше 9 миллионов рублей. Потрясающая новость. Людям выдали зарплату, ну а потом в добровольно-принудительном порядке часть ее забрали. Гениальный способ поднять среднюю зарплату по стране. Чем больше субботников, тем выше зарплата. 16 апреля в Минском районе на одном из домов сотрудники милиции обнаружили почтовый ящик с незарегистрированной символикой. Также на окнах у гражданина было 8 аналогичных наклеек, а во дворе дома был флюгер с гербом погоня. Также пресс-служба МВД опубликовала видео осмотра дома, где детально зафиксировала правонарушение хозяина дома. А именно, уже упомянутый флюгер погоня, шарфик над окном изнутри дома в бело-красных тонах с надписью «Мы пероможем», ящик для инструментов с БЧБ-наклейкой, свечи белых и красных цветов в подсвечниках на каминной полке и национальный орнамент на паркете на полу в одной из комнат. В отношении 33-летнего злостного преступника составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Мужчину задержали и доставили в ИВС Минского РУВД. Новость, которую абсолютно ну никак не хочется комментировать, но зато ее можно смело использовать в качестве подводки к рубрике «Новости днища». А вот и они. Радио Баба Клава. Новости днища. Итак, новости днища. В Кобрине за распространение бочебы лент и листовок увольняют врача-педиатра, которая за это отсидела 7 суток. Посол США в Беларуси Джули Фишер пока не прибыла в Минск, так как ей никак не могут выдать визу. Белорусы чаще других иностранцев обращаются за статусом беженцев в Польше в 2021 году, их уже 265 человек. Лукашенко заявил, что для того, чтобы коронавирус имел меньшее воздействие на человека, нужно больше работать и есть свое, выращенное на белорусской земле, а не какое-то там заморское. На городской кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте пришла только одна девушка. Прокуратура потребовала признать фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими. Генпрокуратура составит список живых и мертвых нацистских преступников, чтобы добиться их выдачи для суда в Беларуси. В Беларуси резко поднялись цены на курицу, свинину, картошку, сладости, пиломатериалы и туризм. Ну и посмотрим, что интересного произошло в мире прямо сейчас. Курьезные новости. 21-летний британец, имя которого не уточняется, два года ежедневно пил по четыре банки энергетикам, в каждой из которых содержалось по 160 мг кофеина. В последние четыре месяца он начал задыхаться, значительно похудел и в результате оказался в больнице. Студент провел на больничной койке 58 дней, часть из которых в отделении реанимации. Медицинские тесты показали, что пациентам отказали обе почки. Врачи рассматривали возможность пересадки молодому человеку донорских органов. Отказ почек привел к другим проблемам со здоровьем, вплоть до остановки сердца. Наиболее вероятной причиной медики назвали вызванную энергетическим напитком кардиотоксичность. Что примечательно, до употребления энергетиков у студента проблем со здоровьем не было. В дом семьи в Глазго ворвались бандиты с ножами и похитили девятимесячного щенка американского бульдога по кличке Каир. Однако затем злоумышленники выбросили собаку у дороги. Как рассказал хозяин щенка, трое в масках ломились в его дом, повалили на землю, грозя ударить и забрали бульдога. После этого хозяева запустили сбор средств в соцсетях, чтобы накопить на поиски питомца. Однако уже через день пса нашли и вернули в семью. Кстати, кражи собак в Шотландии возросли на 20% за 2020 год. К этому привели рост спроса на собак и повышение цен на щенков во время пандемии коронавируса. При этом лишь каждый пятый питомец, а это около 22%, после кражи возвращается к хозяевам. В окрестностях одного из сел в индонезийской провинции Западная Суматра обнаружен редкий титанический аморфофалус, считающийся самым зловонным растением мира. Вид встречается только на Западной Суматре и считается почти полностью истребленным. В отличие от других титанических аморфофалусов, растение лишено неприятного запаха. Селяне связались с агентством по охране природных ресурсов провинции и надеются, что находка привлечет к ним туристов. Титанический аморфофалус был открыт в 1878 году. Его цветы похожи на куски гниющего мяса и источают запах, напоминающий одновременно тухлые яйца и тухлую рыбу. Кстати о рыбе. Трехметровая гигантская акула подплыла к пристани в английском городе Торки, графство Девон, и напугала группу из четырех человек, обучающихся серфингу. Инструктор отметил, что сначала появление рыбы напугало его, но потом он понял, что это гигантская акула, которая безобидна для людей. Инструктор рассказал об этом ученикам, посоветовал им расслабиться и наслаждаться уникальным опытом. Гигантские или исполинские акулы, вторые в мире по размеру после китовых акул, они могут достигать до 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спиной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Несмотря на свои размеры, гигантская акула питается исключительно зоопланктоном, который она ловит, фильтруя воду через жабры. Гигантские акулы практически не представляют опасности для человека. Радио Баба Клава. Создано под женщину. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы оповещения о новых видео приходили к вам. Оставляйте комментарии, пишите мне приятности, делите своим мнением об услышанном и увиденном. Ну а с вами была Данута Хлусня и радио Баба Клава. Всего доброго и пока-пока.